Я в некотором древнем приступаю к мнению не столько из-за фронтического материала, сколько из-за ситуации реакции, в которой мы находимся. Но тем не менее, мы постараемся, чтобы это было не содержательно, а не только публикационно. Значит, как вы все знаете, одна из первых из поражений войны, и это снова послы Игоря. Хочу сразу заметить, что я знаю только два национальных эпоса, на которые, эпос всегда связан с восстановлением нации, самосознания, которые рассказывают не о победе, а о поражении. Я имею в виду «Песня о Роланде» и «Слово полкурия Грибы». Это вот два произведения, которые действительно говорят не о том, как мы победили, как все хорошо, а о войне, как она есть. У нас, соответственно, в древнерской литературе изображение войны, как-то многое осуществляется совсем на других основаниях. И хочу еще раз для них отметить, что само название «Слово» в древнерусском смысле означает «получение». Так же, как «Слово о законе и благодати», как «Получение Владимира Мономаха», слово «Полкурия Грибы» говорит о том, какие необходимо извлечь уроки из вот этого авантюрного предприятия двух молодых князей, которые, не посвящавшись с остальными, устроили такой вот национальный позор, можно так сказать. Но это все очень больно, это не академически. Это в качестве фиграфа к тому, что на войне в русской литературе изображается отнюдь неоднозначно. И в этом и ценность русской литературы, что она несводима к шинейной воде, как это называли, до времена Пушкина и Леонского, такого официозного прославления действия армии, действительно являлась литературой. Но если говорить о древнерусской литературе, чрезвычайно тезисно и кратко, то здесь, конечно, надо обратить внимание на произведения, связанные с Кульковской битвой. Это и задонщина, слово «Дея», представление князя Дмитрия Донского. И чем хороша вот эта вот литература? При том, что от Кульковской битвы существует у историков полемика совершенно вообще, ну, несусветная. Стоит начать хотя бы провистывать литературу, посвященную этой теме, и диву даешься. Кто-то считает, что битвы вообще не было, кто-то считает, что ничего после этого не освободилось московское князство и русская земля от уплаты Дани Орде. Одна из концептов состоит в том, что вообще московское князство возвысилось потому, что им удалось в результате интриг с Ордой как-то обойти и Тверь, и все остальные земли. Ну, не будем сейчас в эти исторические подробности вдаваться, а отметим то, что важно для нас с вами, а именно для формирования концепции войны, как она была в древнерусской литературе. В большинстве каких-то изводов, в большинстве народных каких-то осмыслений, рядом с Дмитрием Донским мы видим фигуру преподобного Сергея Ратоневского. И смысл этой войны в истории русской культуры состоит в том, что это не просто результат удачной военной операции, а то, что преподобный Сергий Ратонежский благословил его на битву, и про пересвет и ослепит вы тоже, конечно, все хорошо знаете. В случае смысл исторического события, историасовский смысл, отличается от непосредственно фотографического. И в этом отношении Куликовской битвы, конечно, является вот такой общенациональным, если хотите, национальным явлением, которое будет важно для дальнейшего развития русской истории, которая, как всегда, история наполна и кровопролитных стражений, и много чего. Я не буду сейчас касаться от совершенно каждого таких важных событий, просто отмечу, что войска и войска в древнерусской литературе очень четко складывает то отношение, тот канал, на который будет существовать. Об этом есть замечательная статья Русланского и Лотмана, когда для древнерусского человека чрезвычайно важно забыть в себе честь и о князе славу. Вот эта динамика между частным и общим в древнерусской литературе не имела ни такого конфликта, ни такого предупреждения, а она покоилась на христианских основаниях, как это и должно быть у христианского народа. Также это будет и в полициях 16-17 века. Ну а когда мы подходим к веку 18-му, с петровскими военными действиями и перфункциями, я имею в виду и Северную войну, и все войны, которые был Петр, то здесь начинает складываться другое отношение к войне, и отношение, в общем-то, циркулярное, поскольку отношения между общими церквями и Петром были крайне драматичные, мы сейчас о том поговорить и будем, но вот такое увеличивание светских и государственных начал, оно берет начало с Петра и в течение всего XII века и в русских войнах, и во всех войнах, которые была Россия, оно будет присутствовать. Ну, я на прошлой лекции, не так вот сказала, пыталась поднять тему империи, и кто-то, назвав себя императором, и имея в виду римские добродетели поступают в то время, но тем не менее, в Риме военные, конечно же, были окружены, так вот, но пользовались реальной властью, но римская аристократия, в отличие от российской аристократии, не была привязана к какому-то одному роду гейм. И римский патриций должен был выступать в Сенате, то есть быть законотворцем и юристом, должен был руководить армией, это составляло существенную часть его бытия. Затем он должен был управлять огромным хозяйством с тысячами работ, то есть разбираться в экономике. Затем периодически, поскольку в древнее время существовала жесткая ротация, его могли направить и направляли в провинцию, он должен был собирать налоги и заниматься с искальными проблемами. И все это приводило к тому, что элита римская, она была достаточно гармонична. Я, кстати, сбоку сразу сделаю такую приписочку, потому что то, что мы в школе проходим разные-разные предметы, это мы должны быть благодарны римской империи, когда идея вот такого гармоничного будущего существования, профессионального, какого угодно, она связывалась именно с деятельностью рима. Что же касается России, то здесь военное сословие как-то сразу оказалось привилегированным, и в течение 18-го и 19-го особенно веков оно было на столовых побеждах, как сказали, в церкви антибиотики, государственной борисы. Ну, я не буду сейчас касаться того, как хитрое говорятство обошло указ Петра о необходимости начинать службу с нижних чинов, как младенца, только что родившегося, приписывали к определенному полку, и он с начала службы уже обладал офицерским чином. Это, как говорится, мелочи и подробности не столь осуществлены. Но что более осущественно, так это, опять же, повторяю, необходимое для империи постоянство ведения войны, потому что империя живет войной, расширением своей территории и в экономическом, и в политологическом, во всех остальных планах. И здесь то, что происходило в XVIII веке, тоже многократно описывалось с разных сторон. Я только хочу отметить, что где-то в 40-е годы XVIII века в российской армии начинают сформироваться национальные полки. Была сначала сербская рота, потом грудинская, бенгерская. И, значит, вот принципы построения армии еще как-то не до конца осмыслены. С одной стороны, любой человек мог начать службу в Российской империи, любой иностранец, если он соглашался поступить и быть в Вьену, то это не было препятствием. Но где-то к концу XVIII века осуждена деятельность Трумянцева, который был замечательным военнотянником, и идея каре была применена им в одной из русско-турецких войн, что обеспечило большие выгоды русской армии, а также победы. Это факты важные, важные для национальной истории, но поскольку я не историк, я историк литературы, я все-таки перейду к литературе как таковой и сделаю парадоксальную для меня констатацию, я так и не понимаю, почему это произошло, почему война непосредственно связана с развитием литературы. Но Моносов ездит, он на взятие Катина в 1939 году, хотя события в военном отношении совершенно непринципиальной, но тем не менее, отсюда начинается новая русская поэзия, поэзия села Ботаническая. До этого поэзия была вершевой по польскому образцу, но вот с этого момента все меняется. И еще одно чрезвычайно важное явление в русской литературе, это Ода Филица, вообще деятельность Державина, которая прославляет результаты кучу кальнаджирского мира и Екатерину. Здесь происходят тоже чрезвычайно интересные процессы, потому что в литературе XVIII века, в русской литературе развиваются Оды, Оды двух типов, Ода Горцианского типа, Ода, которая прославляет золотую середину, мирное житье, и Оды, ну, такого официально патриотического плана, то, что мы обычно складываем в жанр Оды, если не оговариваем специально, прославление тех или иных у детей. И здесь Ярмоносов с его торжественными Одами, там, на день восшествия, на ты за именирство, на день рождения, на кто, на все, они дают толчок русской поэзии, и, конечно, вот, утверждающий пафос, пафос страны, которая находится на подъеме, мы, конечно, связаны с военными какими-то событиями, и это передается, ну, если мы посмотрим внимательно, Дон Жуана Байрона, то как нетрудно ему транскрибировать фамилию Чичагов, тем не менее, он прославляет наших знаменитых военначальников чрезвычайно, подробно и тщательно. Вот, ну, если же подойти к времени зрелости русской культуры и русской литературы тоже, то это, как вы понимаете, приходится не на столетия безумные и мудры, как писал родящий в стихотворении 18-е столетия, а на начало 19-го, значит, все время идут затяжные мелкие войны. Русско-персидская, русско-турецкая, они вот так вот тлеют, и хождение Грузии в Астах-Импире, оно тоже очень существенно в этом плане, так же, как и раздел Польши, так же, как то, что творилось на Украине. Кстати, сказать, грузинская рота была распортирована, и великий грузинский поэт Давид Боромишвили, он жил в стихотворении Зубовка, посвященного, но я думаю, что здесь народ достаточно просвещенный, искушенный, об этом я говорить подробно не буду, сейчас это другая тема. Так вот, я не случайно, когда начала говорить о теме войны в ротской литературе, коснулась Харьковской битвы, и того, что исторический смысл государственно-политический не совпадает однозначно с тем, какое-то получает осветление в культуре и в литературе. Здесь, конечно же, рубежом становится война в 12-м годах, которая фактически была единственной, если можно так сказать, достойной войной в истории России. Простите, может быть, я слишком жестко ставлю вопрос, но здесь я вполне благодарна с Игором Николаевичем, который был профессиональный военный, начинал с севастопольских рассказов, то есть с ужасного поражения в Крымской войне, и шок общества от того, как наша победоносная армия, сейчас мы всех закидаем шапками начинает терпеть поражение за поражением и Толстой в общем так и не оправился от этого, а для него деятельность государства навсегда со знаком минус, и уж война, конечно, ну, я чуть позже об этом, если вы помните, война и мир начинается с того, что в салоне Ант-Палмей Шерер обсуждают идеи вечного мира, и вот эти идеи, которые появились в 70-е годы 18-го века, они ну, как-то вот так вот существуют подспудно, это тоже очень важно для нашей с вами темы, в этом случае для моего понимания этой проблемы, и война 12-го года, она, мы должны быть благодарны хотя бы за то, что Георгий Федотов назвал у него и статья Пушкин «Певец империи и свободы». Слово «империя» здесь отнюдь не в отрицательном смысле, и у молодого Сан-Сергеевича есть стихи, которые звучат примерно так, «Кто боя не видал, тот внимание юных дев и ласок недостов». Так вот, для Пушкина то, что он не оказался непосредственно на поле сражений, оказался решающим. Это осветило все его творчество и его понимание России, задачи, но все это было так или иначе связано с темой войны. Он практически не скрывал, что он завидовал Николая Николаевича Раевского младшему, который по возрасту почти одного с ним возраста, но тем не менее, как вы помните, генерал Раевский во время Бородинской битвы своих двух мальчиков перед нижними чинами и берем мотиватар по одному один за другому 14 лет, что, конечно, было душевело солдат. И вот этот факт Пушкин поминает в некрологии генералу Раевскому, когда тот умер. Ну, если говорить о пушкинской концепции, то здесь очень важен финал Кавказского пленника, когда он после Лав-Стори пишет «Смиряйся, Кавказ, идет Ермолов». И дальше он получил очень жесткий выговор, ну, во всяком случае, это было в письме Вяземского Александра Ивановича Тургенева, где он пишет, что что за герои Катлеревские, что хорошего, потому что он, как черная зараза, губил, ничтожил племена. Если бы мы их просвещали, мне обидно за Кушкина. Он наслушался разговоров кругу военных, генерал Раевского имеется в виду, и окровавил свою музу «Поэзия не сторонница палачей». Это вот Вазина. Сейчас скажу, в 23-м году Вяземский пишет Тургенева. Ну, надо сказать, что Ермолов, который был учеником Суворова и успел повоевать с ним в итальянском походе, и был близок к генералу Раевскому, действительно осуществлял вот такую военную политику в мирной жизни на Кавказе. Его предшественником был наместник Кавказа Павел Сеевич Цицианов. Он был из первой эмиграции грузин, он прожил всю жизнь в России, тоже был, воевал под Матяло Суворова, был таким российским гражданином, вот его назначают на Кавказ, и все то, что потом будет осуществлять Ермолов в плане вот этой продолжающейся войны, было разработано и предназначено именно Цициановым. Он считал, что мы должны уничтожить местные элиты горских князей и таким образом инкорпорировать Кавказ в состав Российской империи. Но еще раз замечу, что музыка Пушкина все-таки объективна, и когда совершенно непонятно, почему мы читаем, что пленник край претел за легким призраком свободы, край далекий, то откуда свобода на Кавказе? Все воюют, просто нет свободы передвижений. Тем не менее, это место, где исторически веками находили пристанище и убежище те, кого теснили из долины куда-то дальше в горы. И то количество языков, которое есть на Кавказе, на Северном Кавказе, оно беспрецедентно. И вот эта возможность найти свободу, хотя там все время продолжаются военные действия, это своеобразие Кавказа как такового. Если мы продолжим эту тему, то война оказалась постоянной для российской жизни почти на половину века. И, конечно же, это оказывало влияние на все. Сначала это романтическая устремленность на неведомое место, в крае, но очень скоро, уже в 30-е годы, например, Парижай в 31-м году пишет поэме Арпелия. Прошу пройтиться на Кавказ. Какой, думаешь, ты рожей узнал заслуженный приказ? Не воскресался ли, как прежде, одним названием Кавказ? Не дал мне крылышек надежды за чертовщиной улететь, как то черкешных смотреть, пленяться каждый день горами, а коих с многими глупцами по географии я знал, гербрусом, горзыми конями, которым Пушкин написал и прочее. Вот эти дивные картины, каскады, горы, племнины, с окаменелой душой, убитые в горе с ноль долей, на них смотрю я по неволе, и верю мне, вижу из всего уродства, больше ничего. То есть уже очень рано идет осуждение войны, осуждение колониальной войны, Россия отличалась внутренней колонизацией, в отличие от Англии Франции, и вот это вот понимание того, что война как бы она не была овеяна славой, она всегда трагедия, и надо сказать, что у Курпина меняется отношение к войне, и если мы посмотрим «Путешествие Морзру», произведение до сих пор не прочитанное в полной мере, потому что это уже зелёный Курпин, который отличается такой поле сюжетности, чем хотите, что очень многие вещи просто скрыты за его локанизмом и документальностью, у Курпина есть необыкновенное свойство находить символические какие-то прочтения, не меняя точности объективной действительности. Мне первый раз это стало понятно, когда я наткнулась на разговор между Кушкиным, по-моему, и Вяземским. Кушкин собирается ехать из Москвы к Петербургу, и Вяземский говорит, что да, мы пока ещё на первой станции по пути прогресса. Кушкин отвечает, да, мы в чёрной грязи. Чёрная грязь это первая остановка на пути из Москвы в Петербург. Ну так вот, мы с одной стороны в чёрной грязи, с другой стороны мы претендуем на то, чтобы диктовать всем и вся условия. Значит, победа в русско-туринской войне 29-го года и Андреанопольский мир, по которому мы могли бы владеть Стамбулом, но этого не сделали, чрезвычайно важен для России, но это вызывает очень большую напаску со стороны Франции, со стороны Западной Европы и Польское восстание 30-го года. Оно предваряется огромной полемикой в журнала ДДВА и во многих изданиях, где говорится о том, что этот русский медведь все-таки сейчас проснется и завоюет всех и вся, и что новые гунны тхлынут в Европу, ничего хорошего из этого не получится. Это все связано с 30-м годом, в результате чего Пушкин и Жуковский пишут свои сотворения «Бородинская годовщина», наоборот «Праги» и так далее. Самые , казалось бы, такие официально имперские вещи. Но у Пушкина концепция очень четко будет прописана под конец его короткой жизни, а именно в «Капитанской дочке», когда прежде он напишет огромное документальное исследование истории Пугачевского пункта, где он подробно касается того, какие жестокости, какие зверства сопровождают движение вот этих народных масс, как сказали в 20-м веке. И после этого он как бы отодвигает все и пишет «Капитанскую дурь», где мы находим удивительное совершенно в главе «Осада Белгородской крепости», где он показывает как себя встретили Пугачев и его генералы. И фраза, которую, конечно, не мог написать 16-летний Петруша Гринев, а пишет 36-летний историк Александр Сергеевич, которая звучит «Не дать себе Бог, он видит русский пункт бессмысленный, беспощадный». И историческая концепция, военная концепция «Капитанской дочки», она удивительно логична для пушкинского христианства, которое, конечно, усиливается с 30-х годов. А именно, что пил скважем. И Екатерина, и Пугачев показаны как частные лица, и оба они творят милость, не жертвы хочу на милости. Это лежит в основе истории с точки зрения Пушкина. И концепция эта начинает складываться с 30-х годов, со стихотворения герой, которое он пишет Голдина, находясь в карантине, и описывается ситуация Наполеона, который посетил в чумной госпитале в Яфе, и знаменитый эпиграф, что естественно. Так вот, для того, как понималась война в русской культуре, для нас сегодня очень важна эта пушкинская позиция на современниками, она практически неуслышана. Современники считают, что талант его упал, читают они Бестужева-Марлевского, который с огромным количеством воскресательных знаков описывает действия на Кавказе, действия закрученные сюжетно, очень тихо, и появляется огромное количество массовой литературы. Мы совсем не знаем этого пласта, а он очень показателен. Литературу не зовут, литературу для народа, но я только назову любимое мое произведение, это «Битва русских с кабардинцами» или «Прекрасная магометанка, умирающая на крови своего супруга», «Русская пояс с военными маршами и хорами», так это обозначено автором, это Николай Зряхов такой был. Здесь есть полный набор, и словословие в честь войска и какие-то трогательные сентиментальные моменты, касающиеся того, что, ну, конечно, русские должны воевать, мы же христиане, а они дикие мусульмане, сейчас мы их просветим, и все будет хорошо. И, значит, мусульманка, а также ее отец, почему-то ужасно радуется, когда дочка меняет веру и выходит замуж за храброго русского офицера. Ну, это все написано исключительно на бодреву ради массового сознания, и если бы было только это, то, конечно, говорить было бы не о чем, а говорить надо о Михаилеючеве Верунде, который за очень короткий срок смог сказать многое, будучи так же, как и Илья Николаевич, профессиональным военным, и его знание войны, знание того, как обстоят дела на Кавказе, они, конечно, чрезвычайно обогатили и русскую литературу, и понимание войны как таковое. Ну, в Измаилеи замечательные слова «И дикие тех ущелья племена, им Бог свободен, их закон война, они растут среди разбоев тайны, жестоких дел, и дел на обыкане, там в колыбели песни матерей, пугают русским именем детей, там поразить врага на преступление, верна там дружба, но вернее мщение, там за добро добро, и кровь за кровь, и ненависть безмерна, как любовь». Ну, вот этот концепт, я бы сказала, воинственности существования народа, который живет войной, живет грабежом, набегами, а тут еще к этому прибавляется регулярная русская армия, это, конечно, не может не оказать влияния на русское сознание. И очень скоро, десятилетия спустя, в казахах Олег Николаевич Толстой покажет, как русский солдат для страницы новомленской, кременской истории, он гораздо больше, непонятен и более далеко от жителей, которые придерживаются очень строгих законов, не курят, не пьет. Для них русские солдаты более чуждое существо, чем враг, джигит, который находится по ту сторону Телька, но он живет по тем же правилам, для него также важна личная доблесть, храбрость, и вот такое понимание противника поверх барьеров, это, начиная с Толстого, будет дальше развиваться русской литературой. Что же касается Лермонтова, то он, наверное, ярче всех выразил, литературе, и это все знают с детства. И еще на одно обстоятельство хочу обратить ваше внимание, что в это же время, но чуть раньше, в американской литературе литература границы, фронтира первых поселенцев, она обеяна общенациональным ореолом и чрезвычайно так важно воспринято в американской культуре. Тогда как поселенцы казахи и то, что происходит на юге России, совершенно никак не встраивается в общегосударственную идеологию, на что, конечно, несправедливо. Но, как всегда, это исправляется даже не первыми авторами, а кольклером. И вот я просто хочу вам зачитать несколько песен солдатских того времени, которые я с большим трудом откопала. Откопала я это в парижском издании песен «Витязя», «Витязя» такая, ну, почти скаловская организация на русском зарубежье. И там значит, вот такие произведения, как генерал Катлеревский подвигает траву архива Осипова, «Зырянское сидение», «Защита архивского укрепления», «Поражение горцев под баллоном Хупром», «Тише-тише», «Там, где был наряд цикумят» и так далее. «Вспомним, братцы, как сражался Катлеревский генерал, отступления не будет, он солдат завещал». Дальше тут упоминание географических названий, связанных с боевой службой на Капказе генерала Катлеревского, того самого, который убил ничтожных времена, как вы помните, и который получил заживающие раны. «Снежные горы он проходит, где не ждет нас турок враг ночью, всюду страх наводит, штурм, ахал-калак». Дальше упоминается Ленка Рань, Троудина рассказывается, что Катлеревского героя в тяжких ранах мы нашли и наружу их по пустыне треста вершин унесли. Патриотическая риторика шестистопного ямба типична для солдатских песен. Она рассчитана на жену в строю, может быть, для марша, в форум и предназначена для поднятия боевого духа. Завершается песня «Ремонт льды он, так сражались наши деды, а за ними и отцы, не минуя нас победы, котляревцы молодцы». И песня «Кавказской компании» это подлинная летопись о бытии войны. Песня «Подвиг ритрового архива Косипова» исполняется двумя полухорьями. В конце содержится ответ, в перекличке полустава вызывается архив. Отвечают, что за славу, за отечество победы. Песня сложена в 77-м Тенгинском полком за память нападение 11 тысяч горцев 22 марта в 740 году на укрепление Михайловское. 480 солдат и генцев под командой штабского капитана Лихо геройски отбивались, пока горцы не ворвались в крепости. Тогда рядовой архив Осипов вторвал парковод Бугарин и с ним всю крепость. Император Александр II приказал поставить в Кавказе памятник Лихо и архив Осипов будет каждый вечер в Тенгинском полку на перекличке вызывали Осипова, на старших их февле отвечал погиб по славу русского оружия в Кавказе Михайловском. Начинается песня эпическая «Как черкесы к нам ходили лес уж будет пятьдесят Меж собой они решили резать наших мол ребят. В этой песне больше художественных областей отписывают черкесов неизвестный автор находит такой использователь фольклорно-образные средства Задали черкесу пир с шумом с гиком скачут роз намчатся с гор как гор поток Но собственно сам в отдых описан просто без риторики «В погребу пороховому светилен у входа встал все враги вдруг повреднели страшно был он светилен вместе с погребом взлетели и погибли все отрели». Ну я не буду цитировать дальше хотя ведь эти малоизвестные есть песни о том про то как отряд полковника Пасека был окружен войсками Хаджи Мурата 18 ноября и находился в блокаде 18 декабря пока не прибыла подмога посурманин лак лукавый вздумал с нами пошутить окружившиеся заставы но нас голодом морить да кавказские солдаты ходят подружку с нуждой горем мы всегда богаты носим рамки за спиной мы рогатую скотину прежде ели ай-любий а потом лошадину заварили запекли вместо соли мы солили из патронов порошком сено в трубочках курили распростившись табачком и припомните ребята как мы бились в зеренах и шамиле супостата припомнули мы в горах я сразу хочу сделать отступление что начиная с 90-х годов события кавказской войны и образ шумля некоторыми посетителями сайта кавказский кавказского сайта ну всячески переначивается и переначивается что самое трогательное с помощью произведения русской литературы в частности стихотворение Алла Горды Господь с тобой с Алла Губа оно переписано во славу шамиля а русские плохие вот ну это просто такая чудо современного какого-то последнего истории если же говорить об изображении войны то здесь мы опять должны вернуться к путешествию в Аль-Зру которая была написана в 1934-1935 году по дневникам 1929 года Кушкиным и здесь помимо очень интересного сопоставления мусульманского христианского мира и мироязыческого зрелый Кушкин строит не на контрастах как романтизме а на триадах и более сложных сопоставлениях здесь мы находим новое изображение войны вообще если говорить о путешествии в арт-друм то оно столь наконичное что в качестве комментариев используется лирика пушкинская и то что было написано там Дали Пашеву на пике «Казак без головы» вот все эти повторения они все упоминаются события эти в путешествии в арт-друм но не прописываются национально не прописываются вот в предпоследней главе когда Пушкин все-таки упросил чтобы его допустили к бою хотя Раевский поручил специальному человеку чтобы он придерживал Александра Сергеевича и не пускал его особенно на передовую а дело в том что Пушкин отличался удивительной рамкостью восемь только состоявшихся дуэлей я уж не говорю о тех которые он посылал или на которых он в которых он так или иначе участвовал все свидетельствуют о его какой-то неизвестной храбрости это касалось не только храбрости физической но и поведенческой но об этом потом так вот в путешествии в арт-друм есть замечательный диалог когда Пушкин видит что наши казаки отступают он спрашивает много ли дурок свиньем валит в вашем благородии отвечает рядовой вот это свиньем валит мне кажется здесь заложено и Лермонтов не успел как-то прописать все что он мог бы написать он собирался писать роман о покорении Ермоновым Кавказом хрозаический но не успел здесь заложен метод Толстого который конечно же изображает войну не как парадное столкновение официальное а урожает каким-то очень не официозным и негромким изображением войны но также хочу просто сразу сделать такой функтиром что собственно героическое изображение войны в русской литературе практически никогда не связывается с тем или иным военачальником лучшее наверное стихотворение на эту тему Бородино это разговор между старым солдатом и молодым и сделанной этой форме баллады такое вот народное точка зрения передается не буду цитировать все помнят вот это и еще мысленно как-то пересмотрела что же есть такого героического и высокопатриотического в русской поэзии и вспомнила только Алексея Александровича Толстого с его балладой Василия Шибанова на которой также нельзя приписать ни к прославлению Ивана Грозного и не Курбского вот стихотворение которое начинается князь Курбский от царского вне убежал с ним влазь к Шибанову с тремями родину князь конь измученный пал как бы цередина чутуманной нравскую верность Шибанов храня слово отдавля твоего деканя скачи князь до вражнего стану а вот я пришел и не отстану и вот это вот отношение к врагам отношение к своим которое очень точно передается с одной стороны полиметом между Курбским и Грозным с другой стороны рабскую верность Шибанов хранят своего отдавля твоего деканя и Курбский который полномачивает его отвезти классных кто же дерзовенные эти слова от вести она возьмется кому не люба она плеча голова чье сердце мы не сожмется и после того как его продолжают пытаться после того как он приносит это послание и кончается оно за нашу святую великую Русь такой ошибан с тремя это наверное единственное с использованием риторических фраз стихотворения то что я смогла притворить если же говорить об изображении войны о новом изображении войны то это конечно стихотворение Валерик на которое было написано Лермонтовым непосредственно в качестве участника там на чате совершенно говорится о том как он найдет что это чудесные совершенно слова но это чего он хочет жалкий человек небо ясно и в общем места хватит всем оно ведение войны оно какое-то вполне бессмысленное так вот Лев Николаевич после казаков после свастопольских рассказов берется за сочинение о войне 12-го года сочинение декабристов и конечно же отношение к войне сформировалось благодаря роману Лепопеи замечу только что Левушке очень хотелось стать русским Гомера и он действительно читал Гомера начиная с середины 60-х годов сочинение фиксирует что на него производит очень большое впечатление и кстати сказать молодой Толстой писал стихи но к счастью он продержался от того чтобы описывать войну 12-го года как Алиэль Адвое Алисею и написал то что написал но поскольку он был военный человек и очень противоречивый а то здесь помимо осуждения войны как таковой есть еще восхищение тем экзистенциальной стороной описанию войны предшествует сцена охоты когда и Наташа и старый ловчий Данила и грабростов все они готовятся к этому праздничному событию и охота она уравнивает участников и граф может получить замечание от своего микрепостного если он неправильно себя ведет и вот это освобождение от рутинной жизни освобождение от привычного это конечно будет Толстым перенесено в описание войны 12-го года и его понимание задачи войны войны народной он все время противопоставляет Наполеона Кутузову противопоставляет захватнические упрямления французов и патриотическое начало русских наверное это лучшее описание войны русской территории а что касается общего отношения к войне то здесь с поемкой Шамиля в 59-м году и с окончанием в 64-м году Кавказской войны совершенно меняется роль военных в обществе если все-таки в 40-е годы вышедшего отставку офицер мог хвастаться как он в горах брал Шамиля и освобождал черкешника и что-нибудь еще то о чем мечтает Олень отправить на Кавказ то с 60-х годов 19-го века это меняется целевым образом и на первый план выступает не более военной службой и здесь удивительно интересно русская литература откликается на это если бы я не занималась специальной темой Кавказа в митровской литературе то я бы может быть и не заметила может и заметила бы что против романовых оставили Зосима да и Нитя они служили на Кавказе Кавказ понимается как нечто рутинное как ну в отличии от военных петербургских это заштатное какое-то существование гарнизонная служба и в общественном сознании военные начинают связываться с какими-то ну с карьерными соображениями с понятиями чести полка а не военной храбрости и риском жизни и вот русская литература дает удивительный способ того как преодолеть вот эту недостойность что ли военной службы сейчас что-то прочитал да значит старин зазима из романа практика романа достоевского и рассказ фигура лескова служба героев связана с кавказом и югом россии но по времени написания этих произведений 79 80 и 89 годы уже и героизм кавказской войны становится преданием с понятием офицерства теперь связаны не геройка патриотические ценности карьера разгул лоск учтивости пренебрежение к нежестоящим превратно понятая честь буквы и формы правил совершенно осенили под конец истерного содержания чести было много но отчестных людей под конец стало уж не так и много писал Достоевский в статье 77 года лучшие люди церкви россии 19 века были реальные случаи отказа твоей карьеры в пользу монастыря это и судьба блестящего гвардейского офицера известного Николая I отца Игнатия Верчининова ушедшего в монасты и поручика казанского драгунского полка монаха Георгия из отворника Зазонского наскорб книги о русских подвижниках 19 века поселяем приводит случай напоминающий эпизод из отца Сергия Толстого когда Игумен предлагал встретиться отцу Сергия с его большим полковым командиром исследователь виловодок по-украински изучает связь образа старца Засима Достоевского с биографией епископа Игнатия Верчининова в статье мотив перехода военного в монахи в русской литературе 19 века отмечает что мораль офицера и правда Христа оказываются несомнительными если обратиться к истокам художественного воплощения образа военного человека то можно увидеть что его структура двуедина она объединяет в себе социальные духовные планы при этом нравственная сущность образа базируется на христианских нормах жизни являющихся этической основой идеологии древнерусского воина но в исследовании произведениях мы сталкиваемся не с синтезом воинских и христианских норм а с их довольно резким размежеванием среда профессиональных военных не требует от человека следования христианским заповедям отдавая явный приоритет свинской церкви ценностей единственные опоры для офицерства служат понятия чести идущие однако в разрез с человеческим отношением к людям Достоевский Лисков Толстой отец Сергий разрабатывают этот мотив и каждый дает свой ответ на то где и как может быть осуществлена для героя правильная жизнь Достоевского это монастырь здесь содержится ответ где возможно осуществление правильной жизни человека перешагнувшего через условности мирской жизни близкого святости в рассказе Лискова фигура герой также порывает свое наследование также вспоминает пору своей чистой бессознательной веры пору детства ищет возможность жить правильным Лисков по-своему описывает события в жизни героя фигура он также выходит в отставку но делает это не по идеологическим причинам а в силу своей глубокой укорененности в христианстве фигура не хочет убивать казака давшего на пасху с пьяным ему офицеру по щечам фигура балаклайна живет по евангельским заповедям а не по уставу подставляет другую щеку вместо того чтобы действовать сообразной чести полка убивать провинившегося Лисков замечательной иронии выстраивать диалоги между набросным но безжарным но ограниченным графом Остен Сакфином и фигурой когда провинившийся офицер сообщает своему начальнику Остен Сакфину о решении выйти в отставку тот начинает уговаривать его пойти в монастырь не пытаясь разобраться в усилий побудительных мотивах у графа на все существуют готовые схемы и изречения из Библии которые он и рассматривает в жизни правда сам Лисков считал что этот образ ему не удался 31 апреля 89 года он писал Толстому тут очень мало вымыслов а почти все будет но досадно что я от них были то что-то важное позабыл и не могу вспомнить кроме того я Сакфина никогда не видел никакой сведения его привычек не имею оттого вероятного облика он вышел бескарактерен и бледен не могу я спросить вас посолить этот ламоть вашей рукой из вашей соломки не укажете ли в корректуре где и что уместно припустить Сакфине которого вы я думаю знали и помните пожалуйста не откажите в этом если можно и корректур с вашими ответами не возвратите а я все вами указанно воспроизведу не совтекста и не пытаюсь буду ждать от вас хоть одной строчки ответа не могут найти нету только вот этот вот там ну сейчас вот как раз вообще письма Толстого до сих пор вот только сейчас обрабатываются особенно иностранные бухгарпоненции и много чего ну уж очень много написано 90 томов это только напечатанного а еще в общем три музея толстого по свете просто просто попросите человек предупрежден что случилось с Европой когда открыли Америку ибо воистину Азия для нас также открытая еще нами тогдашняя Америка с стремлением в Азию у нас возродится подъем духа и силы и далее Достоевский по сути дела повторяет формулу Ермолова в Европе мы были приживальщики и рабы а в Азию явимся господами ну как вы видите история 20 века свидетельствует о том что от них не господами явились русские в Азии а наоборот азиатская стихия это сначала через евразийство но через многие такие там течения и в общем очень многие тот тонкий культурный европейский слой который был наращен при ну в 18-19 веке к сожалению дал коллапс веке революции я не готова говорить о красном колесе Служеницына это слишком большая тема и я все-таки 20 веком занималась очень мало поэтому я вас адресую к прекрасной книге Андрея Нембера посвященной красной колесе и к конференциям которые устраивала русское зарубежье к творцу Служеницына в последние годы несколько лет что же касается понятия войны и концепции войны а то с революцией происходит нечто ну сами знаете что происходит нечто ужасное что же касается литературы о войне то я просто сейчас перечислю название и вы поймете как изменилась концепция да ну с началом первой мировой войны блог пишется на поле поляковом и целый ряд интересных произведений но все-таки они скорее на эмоциональном каком-то уровне чем на уровне концептуальном хотя вот и эта литература более чем достаточно в 20-е годы в русской литературе появляются произведения «Железный поток» Серафимовича «Россия кровью умытая» наше мнение что-то ну Чапаев что еще «Конармия» Бабеля все это фиксация какого-то выхлопа народного подсознания и разлива какой-то и жестокости и какие-то совершенно другие ценности мне кажется что донские рассказы Шолохова это такая страшная вещь и до сих пор не оцененная ни в плане русской литературы ни в плане темы войны но это все еще ждет своего осмысления 20-й век только как-то кончился еще мы не отошли от него а если же говорить о войне то если завтра война если завтра поход то вот это вот ощущение предощущение войны а самое главное мировой революции мы на горе всем буржуи мировой пожар раздуем что вот еще немножко и надо будет идти устанавливать откуда ухлопцы испанская грузь это все конец 20-х и 30-х годы которые связаны будут с испанской войной и у нас кроме испанского дневника кольцова я не могу назвать ничего а тем более ничего сопоставимого с 1984 Орла который был на этой войне и собственно многие идеи были почерпнуты в непосредственном наблюдении военных коммунистов и всех прочих в Испании и конечно пока он жанри толкал книгу и говорил что испанская война последняя романтическая война если бы это было так что же касается войны нашей войны войны мировой войны то здесь литература о войне складывалась очень интересно начиная с публицистических каких-то откликов непосредственных эмоциональных я имею ввиду и Эльги Оренбурга с его циклом очерков и того же Алексея Толстого но литература складывается очень интересно уже тогда во время войны Виктор Некрасов пишет свое замечательное произведение в окопе Стамграда на папу мой который промоевал всю войну он необыкновенно высоко едва ли не выше всех писавших о войне называл именно его и говорил что там абсолютно все правда начиная с того как мы плевали на сапоги и драйли их чтобы они выглядели лучше когда собирались на танцы и кончая на каких-то детальных взаимоотношениях внутри армии но вы помните что армия была обескровлена совершенно что весь генерал был Сталин уничтожен и новые уничтожен генералы были что называется на ходу учились тому при том что в 20-е годы у нас была очень интересная ситуация когда часть белых генералов военно-спецов как называли их в советское время перешло нам в сторону России и у нас были очень интересные соображения и по тактике и по военной истории но это тоже так я не специалист это у меня просто случайно какие-то нахватные вещи что касается литературы о войне то она очень четко для советской литературы тема войны была одушена это была возможность говорить о реальной цены человеческой жизни о каких-то инстинциальных и христианских проблемах я имею ввиду Василия Быкова конечно я имею ввиду ну начиная с отца или с 56 года о войне пишут с точки зрения лейтенантской тогда как до этого война освещалась с точки зрения генеральского командного пункта и вот Бакланов ну и конечно Константин Симонов который в качестве военного корреспондента был на момент много много честно и будучи прекрасным лириком его стихотворение между меня конечно было таким известным всем он додумывает роман Парфель по аналогии с Леоним Николаевичем надо сказать что лавры графа Толстого не давали покоя советским писателям все 20 лет значит рабовская концепция голый человек на голой земле она значит тоже вырастала из толстовских каких-то идей но это уже больше такие литературические частности Симонов задумывает серию романов где он хочет описать всю Россию войну начиная с генерала Сапина Сталин и главный герой журналист и какие-то отдельные фрагменты типа 20 дней без войны такая велическая ставка когда главный герой отправляется в Ташкент в качестве премии за ранение это конечно они неравноценны но очень существенное свидетельство и вот взгляд на войну меняется с точки зрения официального с точки зрения генерального штаба на лейтенантский на непосредственно и здесь конечно помимо Василия Выкова с его замечательными христианскими произведениями никто не хотел умирать и мне кажется что у Василия Выкова как-то несмотря на советское время написание это сказалось очень мощно и ну кто еще дальше на некоторое время тема это как-то слевка отступает да конечно Кудакевич с его звездой тоже очень важный автор но мы как мы знали потом один из замечательных авторов был Василий Броссов который сам непосредственно принимал участие в войне Хрущев был комиссаром при нем в общем у них сложные были отношения с Хрущевым с войны идущие еще чисто личностные и Гроссман начинает писать свой огромный роман но в какой-то момент этот роман арестовывает ГГБ и набирает все набирает и черновики которые были у машинистки и и Гроссман ходил по переделке и говорил что вот он уже старый ему это не восстановить главное дело жизни погибло и прочее я сама была на том вечере в доме литераторов когда все говорили как это ужасно ГГБ арестовало весь текст и тут вдруг влезает Липкин Семен Липкин и говорит ну почему же мы не знаем о том какова последняя авторская воля Гроссмана мы очень даже знаем но такая пауза он говорит мне передал жук и вот по этой рукописи мы собственно и были осуществлены последующие что еще мне хочется отметить что редактором вот этого огромного корпуса точно 200 страниц текста выступил никто иной как сеткин который редактировал салженицына и который за эту редактуру был выслан из страны и стал профессором сарбоны вот он добровольно отредактировал еще и Гроссмана это наверное самое какое-то крупное явление но поскольку в 90-е годы у нас войны не кончились а войны были чеченские войны и здесь на грамме государство наступало черное дело в том что когда Ермолова отправили в отставку в 27-м году Топоскевич обещал Николаю что он прямо в полгода кончет Кавказскую войну и к его приезду все будут замеренены и все будет чудно то же самое Грачев обещал Ельцин не знаю в каких словах но смысл этих операций таков что мы опять сунулись на Кавказ но к сожалению уже совсем с другими позициями и произведения которые появились в последнее время ну я выделю наверное Кавказский пленный Макамина еще несколько коротких вещей может быть фильм мусульманин хотя нет хотя он непосредственно говорит не о военных действиях а о том шоке который война оставляет в сознании воюющих ну что касается двадцать первого века я просто пока боюсь сделать какие-то выводы а что касается Гроссмана то я думаю что вы будете иметь возможность познакомиться с вот этой замечательной работой Адриана мусульманин рассматривает идею чрезвычайно важную в отношении темы войны идею сформулированной Теодором Адорном можно написать о чем-нибудь после Освенцима и Аушвиц кроме того что произошло на деле литература может проигрываться какими-то своими вещами а вы знаете мне бы хотелось сегодняшнюю свою лекцию завершить так несколько дело в том что когда была Крымская война и когда государство было в состоянии растерянности и стальнации то в русской литературе появился целый ряд утопий и Сон Абломова и там Карантасова окончался утопией и Сноверы Павловны которые вы помните и Беридеево царство в Снегурочке на короче мечта о чем-то идеальном вот мне хочется совершить сегодняшнюю лекцию я понимаю всю утопичность этого дела но мне кажется что мы так это и сделаем значит когда-то считалось что рабовладение естественная форма существования и что оно вечно так вот выступление в 1946 году брат Тезе который говорил о позоре и необходимости кончить войны для человечества вот мне хочется сегодня кончить именно этим но во всяком случае помечтать о том когда война будет восприниматься таким же позором как Роман Владимирович спасибо 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 и вопрос если нет так пожалуйста знаете слушая вас я наверное подумал что есть такой особый токус особо важный может быть для русской культуры токус войны как пространство свободы заканчивая белорусским вокзалом где отновить на них галки отнает по физиономии человеку, который повел очевидно безнравственный под лечением говорит, слушайте, вот как хорошо как на протоколе впереди враг, рядом свои, все просто и понятно и назад вплоть до Куркера, для которого война стала единственной возможностью осуществить свою горячую мечту вырваться за границей России как русский Ваня только на танке, в Пуске, но только вместе с армией действующей удалось перейти в границу и иной способ не может вопрос, насколько если это так, то кстати, может быть имеет отношение и к мотивации некоторых воюющих сейчас против Украины в Донбассе не знаю, война как пространство такого особого власти вопрос, если это так, то насколько это специфично для русской культуры и чем это можно объяснить почему вот именно это на стойке спасибо вы знаете, меня это отнюдь не радует если это и специфичные для русской культуры то для меня это показатель того, что ну я не знаю, в Западной Европе муж битвы и советы вот у нас муж битвы это одно, а муж совет это другое и мужей советы мы как-то особенно не видим даже возможность решить свои проблемы вырваться из рутины не сложившихся, не упорядоченных проблем в мирной жизни война не... ну я думаю, что это не ответ это самооправдание но это очень недостойно вот я так думаю я человек не военный хотя надо сказать, что у меня папа пошел добровольно когда на войну что он совершенно замечательно это рассказывал когда он пришел записываться ну молоденький совсем ему старый солдат который там в военной команде сидел он говорит ты с Германом не шути я Германа с той войны знаю вот ну папа мне отговорил все-таки просто провоевал все эти годы и я вообще после уеда ребенка и папа с мамой познакомились в госпитале но это уже моя личная история так вот я хочу сказать что еще в моем поколении очень четко было презрение к тем чьи папы не были на войне вот народ очень четко делился на настоящих и на штрафеев на тех, кто прятался и уклонялся от своего друга и здесь мне кажется что вот сейчас Россия простите, что я пророчествую я не люблю, когда кто-то становится в постбифе и я сама тем более но точно так же как в середине 19 века когда война перестала и военные перестали быть достойными и война перестала быть ну такой освобождающий спасительный и стыд за войну и государство тот же Толстой выразил четче всего мы переживаем сейчас нечто аналогичное и это я так думаю спасибо а можно уточнить контекст и эти слов о том что когда же война станет так же позорно как рабовладение это я просто от себя нету контекста это не отдача нет, кто-то же так сказал это у нас нет, брат ТЗ брат Рожейст да, он говорил просто о необходимости прекратить все войны это 46-й год войны только что кончились вот а про рабовладение это и не да да ну вот да да ну и три для вопросов спасибо а после лекции Александра Семеновича будет еще время для вопросов Александра Семеновича